Всем привет, друзья! С вами Алексей, компания WestMotors. Сегодня к нам приехала очередная партия автомобилей. И скорее, естественно, мы сразу решили запилить на эту тему видосик. Покажем вам, что приехало, за какие деньги приехало, в каких комплектациях приехало. И сегодня в видосе вы увидите самых основных хедлайнеров корейского рынка. Это Genesis GV80, Hyundai Palisade, Hyundai Santa Fe и Kia Sorento. Поэтому будет интересно, не переключайтесь, но мы погнали! Ну, собственно говоря, далеко ходить не будем. Начнем с того автомобиля, который стоит самый первый. Это Hyundai Palisade. Это прям тачка, покорившая сердца многих людей. Все хотят себе Palisade и хотят себе Palisade в очень крутой комплектации. И это именно тот самый случай. Максимальная комплектация, 2,2 дизель, полный привод, парктроники в круг, Full LED оптика в круг, камеры 360. В автомобиле установлены 20-е литые диски. К сожалению, даже в максимальных комплектациях Palisade нет возможности обрести пневмоподвеску. Поэтому здесь пружины, камеры в зеркалах, датчики слепых зон, закатанная вся прям в круг, в тонировочке. И здесь такие, знаете, отголоски. Вот страна, куда она приехала, в этой стране такие вещи любят. Ветровики, да еще и хромированные. Что у нас еще интересного? Диодная, разумеется, оптика сзади. Смотрите, какая приятная фишка. Я ключи держу, ничего не нажимаю. Эта функция называется бесконтактное открытие багажника. Если переводить на русский язык, когда вы идете с сумками, с магазина, вам как бы, у вас нет рук для того, чтобы открыть багажник. Вот такая функция будет прям в самый раз. Отличительная черта корейских автомобилей, это вот такие коврики 5D, стеганные, в ромбик. Короче, корейцы на самом деле очень любят такие коврики, как и китайцы, собственно говоря. Очень сильно все следят за своими автомобилями. Также у нас установлен заводской сабвуфер. Здесь стоит топовая для Hyundai Acoustica Krell. Играет, в принципе, достаточно неплохо. Вот, давайте перейдем к салону автомобиля и, соответственно, поговорим о его цене. Вот если бы не корейский язык в автомобиле, не корейская озвучка, то я бы сразу даже не понял, что эта машина приехала из Кореи. Почему? Первое, это хромированные ветровики. Второе, это вот, посмотрите. Олды вспомнят, да? Блин, ну это, я такое, честно говоря, уже давно не видел, но это даже удобно, я вам скажу. Ладно, давайте не будем сильно на этом зацикливать внимание. У нас частично цифровая приборная панель, по бокам у нас колодцы, по центру у нас цифровой монитор. Есть проекционный дисплей, есть большой монитор, который так вот симпатично перетекает в приборку. В автомобиле трехзонный климат-контроль, есть передние подогревы, есть задние подогревы, есть передняя вентиляция для водителя и для пассажира, и есть подогрев рулевого колеса. То есть подогревать, охлаждать можете прям все, что хотите. Подрулевые лепестки, адаптивный круиз-контроль, дистроник-контроль полосы, панорамная крыша, причем, видите, здесь почему-то она механическим путем, эта шторка надвигается. А задняя электро. Такая вот комбинация. В режиме драйв у нас, видите, есть режимы смарт, спорт, эко, комфорт. Также можем нажать режим террейн и выбрать режим более подходящий под настоящую погоду. Снег, грязь, песок. Давайте я вам еще продемонстрирую, как работают камеры 360. Включаем заднюю передачу. В принципе, изображение не сказал бы, что самое топовое, но и неплохое. То есть информативности эти камеры однозначно дают. Что еще? Очень интересная здесь ниша с подстаканниками. Вот так вот вы нажимаете, у вас отъезжает шторочка. Здесь у нас пахучки корейские. Подарок приехали. Пробег у него 57021 километр. И я не помню, или говорил, это 2019 год. Касаемо цены, с учетом его стоимости и доставки до Беларуси, но без учета таможенных платежей, этот автомобиль обошелся клиенту в 36 тысяч долларов. Это повторюсь без таможенных платежей. Если вам интересно знать, сколько для вашей страны с таможенными платежами эта тачка обойдется, можете просто оставлять запрос в комментариях под этим видео. Друзья, что еще хотелось бы добавить? То, что не сильно сейчас ориентируйтесь на цифру в 36 тысяч долларов, потому что в настоящее время за такие деньги полисад в такой комплектации купить, ну, скорее невозможно. Чем возможно? Почему в настоящее время? Потому что этот автомобиль покупался аж в июне месяце. И прошло уже, получается, около полугода, когда он приехал. Раз уж затронули эту тему, давайте поговорим касаемо логистики этих автомобилей. Все тачки, которые вы видите в этом видео, они ехали по маршруту Корея, Китай, Казахстан. Этот маршрут в настоящее время максимально усложнен, максимально перегружен. Объясню почему. Потому что логистический путь, он проходит не через санкционные страны. Соответственно, вся товарка, все тачки, все поперли через Китай. Соответственно, увеличиваются сроки доставки, увеличивается стоимость доставки. В довесок ко всему еще проблемы, связанные с пандемией. И какие есть сложности? Первая сложность это перевалочный пункт в Цандао. Машинки там месяцами стоят, ждут загрузки на платформу. Далее есть сложности на границе Китай-Казахстана в Харгосе. Там также огромные очереди на прохождение границы Китая с Казахстаном. Но, к счастью, сейчас есть возможность, так сказать, дополнительная опция. На границе предлагают за дополнительные деньги ускорить процесс прохождения границ. То есть сам по себе маршрут, он рабочий. Да, он занимает достаточно много времени. Но, тем не менее, если вы готовы ждать, этот маршрут, по крайней мере, санкционно безопасный. Но также мы напрямую скорее отправляем автомобили в Клайпиду. По времени это сейчас занимает поменьше времени. Но вы должны понимать, что это европейское направление. И по маршруту Клайпида-Минск постоянно появляются какие-то сложности. По логистике поговорили, погнали к следующему автомобилю. Вот за что мне нравятся корейские тачки, то что в 99% случаях это самые топовые комплектации, которые, наверное, даже не выпускают на рынок СНГ. Мне кажется, Santa Fe, который мы вам сейчас покажем, на рынок СНГ в таких комплектациях тачки даже нельзя купить. Но, может быть, я ошибаюсь, конечно. Это у нас 2021 год, это 2,2 дизель, это полный привод, это фулл-лет оптика в круг, разумеется, парктроники в круг, камеры 360, 19-е диски, бесключевой доступ, панорамная крыша, рейлинги, сервопривод багажника. Вы только посмотрите, карбоновые накладки на дверях, карбоновые накладки на зеркалах, но это не весь карбон, который есть в этой тачке. Естественно, это уже такие нотки тюнинга, но они придают красоты и так уже изначально красивому автомобилю. Сзади давайте посмотрим, что у автомобиля есть. Естественно, как я уже говорил, диодная оптика. Давайте проверим, есть ли у него функция бесконтактного открытия багажника. Короче, стало модно проверять эту функцию. Я, конечно, могу предположить, что из-за того, что автомобиль заведен, может быть, эта функция не работает. Но, кстати, вот на ключе также есть кнопки дистанционного управления автомобилем. Я пока не разобрался, как они работают, но, наверное, и не стоят, потому что и спереди, и сзади стоят автомобили. Это чужая тачка, и причем за немаленькие деньги. Но, тем не менее, в автомобиле есть сервопривод багажника. В нем точно такая же красота, как и в палисаде. Такие стеганные в ромбике коврики. Короче, я же говорю, корейцы очень сильно следят за своими автомобилями. И у них постоянно максимально аккуратненько, вкусно пахнет, все чисто. В автомобиле установлен заводской сабвуфер. И давайте переместимся в салон, потому что там прям действительно майба. Готовьтесь, ребят. И напишите в комментариях, после того, как вы просмотрите этот фрагмент, есть ли на рынках СНГ в продаже автомобилей в такой комплектации. Честно говоря, эта тачка меня просто поразила количеством своих опций, в принципе, внешним видом. Во-первых, здесь, конечно, не обошлось без тюнинга. Это, мне кажется, уже лишнее, подрулевые лепестки красные. Но, может быть, кому-то это и нравится. Накладки, сделанные под карбон конкретно здесь и на воздуховодах, смотрятся просто обалденно. Здесь тоже такая китайско-корейская тема. Не хотелось бы, конечно, объединять две эти нации, но, тем не менее, и китайцы, и корейцы любят класть на панель вот такие вот накидки. Память сидений в двух положениях. Амбиентная подсветка, которая даже в светлое время суток прям бьет в глаза. Я не знаю, честно говоря, как будет ездить с такой подсветкой ночью, но я думаю, что как-то ее можно делать более тусклой в ночное время суток. Проекционный дисплей, цифровая приборная панель, которая меняет свое изображение в зависимости от режима, который вы выбрали. Это у нас режим эко. Это режим спорт. Вы просто посмотрите, насколько круто она это делает, как в компьютерной игре. Режим смарт. Не знаю, что он, конечно, значит. Далее у нас под меню Terrain это у нас режим Snow, Mood и Send. Они, в принципе, в одном и том же режиме остаются. Как по мне, самый прикольный режим это режим спорт. Именно режим приборной панели, потому что здесь видите такой карбончик, красный цвет. Красный цвет сочетается с этими лепестками. И карбон сочетается с карбоном, соответственно. Что у нас есть еще? Потолок у нас черная алькантара. Честно говоря, по качеству я не сказал бы, что мне очень нравится. Она очень похожа на алькантару, как делают в Лексусах. Типа такая, знаете, как сильно стриженная алькантара. То есть она не ткань, но и не сказал бы, что она прям алькантара. Мне не очень, если честно. Панорамная крыша, раздельный климат-контроль трехзонный, подогревы, вентиляция, подогрев любого колеса. Адаптивный круиз-контроль, получается, дистроник, контроль полосы и пробег в автомобиле 8632 километра. Также в автомобиле установлена премиальная для Hyundai Acoustic Крэл. И касаемо стоимости за данный автомобиль, он вышел чуть подороже, чем Polisade, потому что Polisade, он по старше годам. И здесь чисто визуально, как будто комплектация получше. Хотя все, что есть здесь, есть и в Polisade. Но цифровая приборная панель только здесь. Он обошелся нашему клиенту со всеми расходами без таможенных платежей в Беларуси в 39600 долларов. Ребят, это за 2021 год. Это за пробег менее 10 тысяч километров. Мне кажется, эта цена просто восхитительна для такого года, для такой комплектации. это просто новая тачка. Погнали дальше. Третий автомобиль у нас, наверное, самый бюджетный из тех, которые будут сегодня в видосе. Это Kia Sorento 2018 года производства. Автомобиль на 2-х литровом дизеле. Пока по комплектации я, честно говоря, еще не понял. Давайте будем разбираться вместе с вами. Двухуровневая диодная оптика. Парктроников спереди мы не наблюдаем. Камеры тоже никакой не наблюдаем. Стоят 19-е литые диски. Есть, видите, как она приветствует меня, датчики слепых зон. Машинка, конечно, такая грязноватая, но на пути, естественно, на таком долгом пути тяжело остаться чистой. Бесключевой доступ, закатанная в хламся, рейлинги заводские, панорамные крыши не наблюдаем. Частично диодная оптика сзади, хотя так сразу и непонятно, честно говоря. Есть также сервопривод багажника, задние парктроники. Здесь нету этих стеганых ковриков. Здесь у нас две ниши. Ну, короче, когда особо нечего сказать об автомобиле, ты начинаешь ниши какие-то рассматривать. Ну, в принципе, весь комплект есть. Домкрат, аварийка. Здесь, в принципе, вы можете что-нибудь тоже положить. Уже сами решите, что. Давайте пойдем в салон. Сразу хочется отметить пробег этого автомобиля. 122 705 километров. Если я говорил, что снаружи автомобиль грязный, то внутри он максимально приятный, чистый, ухоженный и в нем вкусно пахнет. Вот вся суть корейских автомобилей, ребят. Большой монитор, раздельный климат-контроль, подогрев рулевого колеса, подогревы передние, вентиляция спереди, черный кожаный салон, круиз-контроль, датчик света, датчик дождя, зеркало с автозатемнением, очечница. Реально, ребят, это не постанова. Я вам честно слово говорю. Это очки, кстати, ГЕС. Я думаю, что долларов 200, наверное, стоит точно. Мелочь, ребят, а приятно. Ну, может быть, ГЕС, конечно, подешевле, но, тем не менее, приятный бонус. Сейчас, короче, доснимем видео и пойдем проверять остальные очечницы. Также есть USB-разъем, AUX 12-вольтные зарядки, автоматическая коробка передач, здесь у нас кнопка переключения режимов, но, судя по тому, что здесь есть заглушки, вероятнее всего, это, ну, не топовая комплектация. Мы это с вами поняли, даже когда уже не увидели передних парктроников и панорамы. Но не суть. Это тачка 2018 года с небольшим пробегом, дизельная и стоимостью в 21 тысячу долларов, если меня не подводит память. Это со всеми расходами, помимо таможенных платежей. Машинка проходная, 2 литра, таможня на нее будет небольшая, соответственно, вы получаете, ну, скорее всего, до 25 тысяч долларов. Здесь также выскочит подсказка, сколько она обойдется. Ну, себе вот такой вот хороший кроссовер в крутой комплектации. Ну, и на закусочку мы вам оставили, естественно, самый люксовый вариант. Погнали! Ну, и на закуску у нас вот такая вот шикарная пироженка Genesis GV80 2020 года. Производство самая максимальная комплектация, поэтому говорить, что здесь диодная оптика, говорить, что здесь камеры 360, дистроник я просто даже не буду, потому что это, само собой, разумеющиеся вещи. Но здесь нет пневмы и не может быть. Вот это, честно говоря, меня очень расстроило и расстроило то, что здесь 19-е колеса, которые просто, как минимум, не сильно подходят ей внешне. Опять же, я вот прохожу возле автомобиля и хочется сказать, что у нее бесключевой доступ, датчики слепых зон. Забудьте, нет, это премиум. Это все уже есть. Естественно, сервопривод багажника. Видите, здесь тоже нету стеганых ковров этих корейских. Я, честно говоря, уже как-то привык их видеть. Прикольно то, что динамики такого, знаете, премиума придают даже в багажнике. Вот они здесь есть, такие хромированные алюминиевые накладочки. Здесь у нас в этой нише скрывается ничего особо не скрывается, какой-то ремкомплект, аварийка и прочие мелочи. Также можно управлять вторым рядом сиденьем. Вот с кнопок откидывать таким образом сиденье. Ничего руками дергать не надо, все на кнопочках. Шикарно. Естественно, когда тачка у нас дороже, начинают появляться какие-то дополнительные прикольные современные фишечки. И здесь, видите, есть такая NFC-карточка. Вместо ключа можно использовать. Давайте по автомобилю. Конечно, очень сильно мне он понравился. Он очень красивый, крутой и все такое. Но объективным, если быть, то Santa Fe, который мы вам показывали, по сути, обладает всеми теми же фишками и перемочками, как и этот автомобиль, за исключением некоторых. Но только здесь все упаковано в более такую красивую картинку. Давайте пробежимся, что в нем есть. Во-первых, руль, который стилистически нам напоминает 221-й Mercedes. Очень красивый, везде все в коже. Я бы сказал, что сделано все прям непохабно. Строчка идеально ровная, по крайней мере, в тех местах, которые я пока успел увидеть. Отделка у нас больше похожа даже не под дерево, а под реально какой-то мрамор. Шайбы управления мультимедийной системой. Все максимально красиво, стильно. Не сказал бы, что интуитивно понятно мне была панель управления климат-контролем, потому что авторежим я понял, как включить. Но потом я начинаю думать, как мне в механическом режиме изменить интенсивность работы вентиляторов. И только потом до меня дошло, что надо щелкать на этот вентиляторчик. Такая же история с подогревом и вентиляцией. Вот подогрев здесь нажимаешь, он работает, показывает здесь индикацию, видите, возле вентиляции. На вентиляцию нажимаешь, такая же история, только начинает гореть синим. Хотелось бы, чтобы индикация была бы над подогревом и над вентиляцией. Разумеется, у нас трехзонный климат-контроль, подогрев и вентиляция спереди, сзади, подогрев рулевого колеса. Шикарно выполненная, просто, не знаю, ну очень красивая шайба селектора КПП. Вы посмотрите, она подсвечивается, она вот такая вот хрустальная. Есть, разумеется, камера 360, огромный монитор, проекционный дисплей, цифровая приборка. Короче, повторюсь, все те вещи, которые есть в Санта-Фе, но здесь-то упаковано ну в более такую дорогую оболочку. Потолок у нас такая типа, как светло-терракотовая алькантара, по качеству мне нравится больше, чем в Санта-Фе. Очень крутые сидения, рыжая кожа, все такое рельефное, в ромбиках, и также есть функция вежливого водителя. Посмотрите, вы с водительского сидения можете, соответственно, регулировать положение пассажирского сидения. Все красиво, кайфово, вот этот воздуховод точно так же выглядит, как в Mazda 3 последнего поколения, знаю не понаслышке. По поводу режимов вождения, здесь вот такая вот шайбочка, отличается она внешне от Санта-Фе, посмотрите, режим эко, комфорт, спорт более агрессивный, тоже все очень красиво. И, кстати, я пока сейчас переключал режимы, включая режим спорт, боковая поддержка начинает меня очень сильно активно поджимать, для того, чтобы я прям не вывалился с автомобиля. Также в автомобиле есть ассистент парковки, есть дистроник, есть контроль полосы. Короче, все максимально круто, но мне, честно говоря, именно в этой тачке хотелось бы еще и посидеть на заднем ряду, потому что мне кажется, что там будет как-то по-особенному круто. Разумеется, есть доводчики дверей, здесь уже, в отличие от предыдущих автомобилей, шторки у нас автоматические. Вот так вот это все делается. Аккуратненько, красиво, приятно, блин, конечно, ну, дорогая тачка, но сразу премиум сегмент, он, пожалуйста, тебе тут все, зеркальце, чтобы ты любовался, какой ты красивый и заработал столько денег на эту машину, какой ты молодец. Вот, кстати, во многих автомобилях, когда вы откидываете подлокотник, он, знаете, он так вот как сопля болтается, что-то, а здесь вот вы его положили, и он зафиксировался, он жестко держится. Это, мне кажется, такой звоночек о качестве, то есть люди уделили внимание таким вещам. Естественно, это первые впечатления, я на машине еще не ездил, я там толком ее не трогал, не рассматривал. Это вот такое знакомство в течение 20 минут, и пока на основании этого знакомства я могу с полной уверенностью сказать, что мне эта тачка нравится, и она 100% стоит своих денег. А стоит она, я могу даже сказать, сколько она со всеми расходами обошлась нашему клиенту, даже с таможни, потому что машинка отправляется нашему клиенту в Краснодар, она ему обошлась полностью под ключ в 91 700 долларов. То есть до сотки вы получаете премиум 20 года с пробегом 13 261 километр. То есть действительно можно назвать эту машину новую. Я думаю, что после просмотра этого видео у вас явно остались приятные впечатления о комплектациях корейских автомобилей. Но вы должны понимать то, что из Кореи выгодно привозить в основном автомобили, которые корейского происхождения. Поэтому если вы хотите один из тех автомобилей, которые мы вам показывали в этом видео, просто оставляйте заявку на нашем сайте. Но также не забывайте подписываться на наши соцсети, Instagram, TikTok, Telegram, YouTube, писать свои комментарии, ставить лайки. Ну а с вами был Алексей, компания West Motors. Всем пока!